РАФТИНГ РАФТИНГ Пока первоуральцы проходят дистанцию, за их заплывом пристально наблюдают ближайшие соперники сборной Челябинской области. Накануне в квалификационных заездах разница по времени прохождения трассы у них составила полсекунды. При этом матерые спортсмены-водники, челябинцы – абсолютные новички именно в рафтинге. В рафтинге мы начали заниматься вчера. Приехали первый раз вчера, сели, поняли, пытались понять, как грести, как сидеть, но вроде получается. Но тяжелее? Да, получается, что непривычнее. Непривычно сидеть, непривычно грести, совершенно не те движения, как на катамаране. Чемпионат УРФУ по рафтингу проходит в акватории «Часовой» уже 11-й год подряд. В течение трех дней спортсмены борются в четырех дисциплинах – квалификационный заезд, параллельный спринт, длинная гонка и слалом. Команды должны взять ворота, которые висят на дистанции, прямым либо обратным ходом. Зеленые ворота берутся прямым ходом по течению реки, ниже стоят красные ворота, они берутся против течения реки. Задача команды – взять все ворота правильно и максимально быстро доехать до дистанции. Если команда задевает веслом, рукой или рафтом вешку, получает штраф 5 баллов. Если хотя бы один спортсмен не проходит ворота – 50. Для женских команд нет никаких поблажек, соревнуются наравне с мужчинами. Поэтому и поддерживают их сильнее. Самый юный болельщик в этот раз – двухмесячный Вова. Его мама в команде «Косатки» – женской сборной по НТЗ. От новотрубного завода в чемпионате участвует и еще одна женская команда. Амазонки борются до последнего. Изо всех сил стараются как можно быстрее закончить заплыв. Каждая секунда на счету. За пять лет участия в чемпионате амазонки не раз занимали призовые места. И сейчас, несмотря на ошибки во время слалома, оптимизма не теряют. В карманах хоть и запутались. И течение все-таки. Ворота против течения. Хорошая трасса. Команда у нас сборная. Есть и машинисты, и контролеры. Все из разных цехов. Собираемся здесь один раз в год. Основной косяк у нас четыре человека. Два человека у нас всегда меняется. Четвером-то мы уже сработались. По итогам соревнований среди мужчин первое место досталось сборной Челябинской области. На второе завоевали екатеринбуржцы. Первоуральская команда от клуба «Вольный ветер» получила бронзу. Третью ступень пьедестала заняла и женская сборная по НТЗ «Амазонки». Жанна Журавлева, Светлана Вахмянина, Александр Захаров. Новости Первоуральск.